Привет! Это программа, посвященная медиафутболу. Говорю о всем, кто ненавидит медиафутбол, чтобы он успел отключиться. Это подкаст мой собственный. Ну, собственно, в этой студии почти все мое собственное. Короче говоря, у нас сегодня блестящий гость Федос, про которого все знают, что он Федос. Мало кто знает фамилию, но тем не менее это и несущественно. Я тоже не люблю, когда меня фамилии называют. Кейл Воробьев, как всегда, мне поможет в том, что касается медиафутбола. И, разумеется, как всегда, мы благодарим за сотрудничество моего главного партнера, компанию FonBet, при участии которой мы делаем, в том числе, этот выпуск. Напоминаю, что все вновь зарегистрировавшиеся на сайте или в приложении FonBet игроки смогут получить 2000 рублей фрибета в подарок, а в некоторых случаях и до 15 тысяч рублей. Есть подробности в закрепленном комментарии. Ну и, естественно, не забывайте, что это просто игра. Ну и, естественно, невозможно не начать с вопроса наиболее... Я вот ненавижу такие идиотские. Я считаю, что футболка идиотская, да, потому что вечно вот сядешь в такси иногда, знаете, если попадется водитель, который интересуется футболом и достаточно бестактенно, он запросит, Василий, ну что со Спартаком? Как-то вот так. Что с Анкалом? Вась, ну ты же, я думаю, в отличие от меня, должен хорошо помнить конец 80-х. Да, конечно, это, в общем, моя юность. Вот. Ты хорошо относишься к этому времени? У тебя теплые воспоминания? Очень. Очень. Это была перестройка? Ну да. Вот примерно то же самое время сейчас обомкало. Ну, слушай, нет. Короче, понятно, вам пи***ц, да. Если это перестройка. Мы переродимся. Слушай, ну, на самом деле, мне кажется, что у Амкала долгое время, реально долгое время, вот с 18-го года, все было максимально бись. Ну, правда, потому что мы были одной и долгое время вообще единственной командой такой, именно вот в том медиафутболе, который существовал, которая гоняла там по выездам и на которую в каждом городе приходили люди. Потом там появилась медиалига. Вот, спасибо. И потом появилась медиалига, но все равно Амкал был и, на самом деле, все равно остается по интересу там зрителей в числе двух-трех первых главных команд, которому обращено внимание большинства зрителей. Да, в какой-то момент так бывает, случается спад. И вот здесь вот самое главное просто, как удастся с этим справиться. Я пока не понимаю, потому что, ну, сейчас явно Амкал, надо говорить, называть вещи своими именами, наверное, мы в кризисе. Наверное, мы в кризисе, потому что, ну, нет результатов, и результатов нет довольно долгое время. Грубо говоря, да, даже если вести отсчет с третьего места, которое мы взяли в третьем сезоне МФЛ, хотя для многих и это не самый, там, наверное, классный результат, но это... Ну, ты говоришь с представителями команды, которые, взяв третье место, считают это большим успехом. Чуть позже. Да, да. Вот. Но, да, сейчас мы в кризисе работаем. Вот, наверное, как я бы описал это. Ну, этот вопрос от меня не удивил, мне просто интересно, немножко более конкретный аспект, я уточню сейчас. А этот кризис надо, в первую чуть-чуть пережить, или надо что-то сделать? А что-то сделано уже. То есть, ну, после того, как мы вылетели от Fight Night, что-то было сделано. Поменяли тренерский штаб, поменяли очень большую часть игроков. И после этого такой действительно большой проверки, по которой можно было о чем-то говорить, еще не было. Да ладно. А что, два турнира – это небольшая проверка? Конечно. Ну, это такие турниры, понимаешь, в которых все-таки, ну, можно считать, наверное, казахстанский турнир, действительно. А вторым турниром ты какой называешь? Питерский или турецкий? Ну, турецкий, конечно. Ну, вот рядом с тобой сидит человек, спроси у него, как он относится к товарищеским матчам команд предсезонным. По-моему, Вася, это твои слова всегда, что на них вообще не надо обращать практически никакого внимания. Ну, это если говорить о предсезонных матчах, когда, ну, допустим, команды действительно межсезонные. Ну, просто, опять-таки, вот для меня будет это новостью, если для медийной команды сыграть с профессиональными – это подготовка к сезону и больше ничего. Ну, конечно. Я тоже к этому без осуждения, но просто это требует уточнения. Ну, конечно, наверное. Конечно, наверное. Конечно, матчи с командами ФНЛ и вышки Казахстана – это не просто подготовка к сезону, но все равно это абсолютно точно не главное мерило, после которого можно делать какие-то выводы о дальнейшем будущем команды, тренерского штаба и так далее. Все равно, в первую очередь, обращать внимание будут на главный медийный турнир. То есть до июля вообще никак нельзя судить о Банкале и о боевой игре, и о его форме и так далее? Нет, судить… Хорошо, успешность… Судить тебе, тем, кто смотрит на это, точно можно. Но я думаю, что руководству клуба, Герману, никаких решений преждевременных принимать не будут. Я не сомневаюсь в этом. Просто как раз я бы сказал наоборот. Со стороны судить об этом очень сложно, но вот изнутри видится какая-то положительная динамика? Достаточно ответа «да» или «нет», потому что здесь, в общем, опять-таки, если уж мы не можем, естественно, быть… Мы не вовлечены в командные процессы, поэтому здесь только важен вектор ответа. Да вот дело в том, что мне сейчас тяжело об этом сказать, потому что я весь последний месяц был не с командой. Так просто сложилось. Так сложилось. По разным причинам. Поэтому мне тяжело об этом говорить. Ну, по тому, что я там видел в последней игре, на которой я был, в которой я не участвовал, но в которой я был, да, мне кажется, что моим невооруженным взглядом такого футбольного дилетанта, мне кажется, что это все стало выглядеть поинтереснее. По именно такой внутренней атмосфере в команде, все тоже, мне кажется, стало так, поспокойнее, поспокойнее. Был взрыв, было после ухода Прокопа как раз-таки, наверное, после прощания команды с Прокопом. Но сейчас как будто бы это все так. Ну, ты Кирилл, наверняка, есть куча вопросов. Дыхание восстанавливается, дыхание восстанавливается. Да нет, мне кажется, просто взрывов было несколько. Тут же вот укол – это не взрыв, мне кажется, это тоже довольно такой громкий взрыв. Или он в команде вообще никак не отразился? Ты знаешь, вот мне показалось, что это прошло гораздо спокойнее. Я не знаю, какой укол, поэтому я сейчас слушаю просто. Ну, если хочешь, можешь Федос рассказать. Не-не-не, не надо, мне так даже интереснее. Да? Мне кажется, что, ну да, наверное, на самом деле можно контекст дать даже для тех, кто не в курсе. В конце турецкого турнира был момент, что укол один из уже бывших игроков Амкала сунул в ебет другому игроку Амкала, Антохичу Жобу. Вот, опять же, не видел, но… Ой, ну это такая мелочь вообще, по-моему. Ну, просто дело… Это же просто… Слушай, у меня вот эта история однажды давно был увлечён, ещё будучи игроком, ближайший мой друг Владислав Николаевич Родимов. Владислав Родимов с Фернандом Риксоном, конечно. Да, с уже покойным Фернандом Риксоном, пусть ему земля будет пухом. И когда вот это всё приобрело такое широкое звучание, а это был уже, знаешь, последний сбор перед возобновлением сезона, он говорит, ребята, вы не понимаете, на каждом сборе игроки делаются, тем более на последнем. Вы не представляете себе, как они к этому времени друг другу уже… Ну и, кстати, когда это случилось, Родимов как-то так получилось, что об этой истории вспомнили, там Вася Маврин в Телеграме как раз с Родимовым стали перекидываться постами, и об этой истории Родимов вспомнили, и они там что-то пообсуждали. Слушай, нет, ну это, короче, мне кажется, что прошло так, поспокойнее, чем всё. Всё-таки история с Прокопом, она была более резонансная. Когда в последний раз драка была до вот этой вот ситуации с Уколом чужим? Вы вообще были вообще в МКОЛИТЕКИ? Нет, если честно, я не помню. Или это первый раз? На моей памяти… Чего, ни разу не п***лись в МКОЛИТЕКИ? Первый раз, вот прямо чтобы п***ться, нет, не было. Ну, могли чуть-чуть… Нет, и опять же, я не видел, как было здесь, потому что меня не было в Турции. Но мне вот на моей памяти как-то особо не было никогда никаких… Ну да, могли на повышенных тонах поговорить, да, могли как-то там… Ну так вот, знаешь, вот это вот, держите меня, пожалуйста. Это очень нормально, это футбольная команда, вне класса амбициозных мужиков. Так вот это и удивляет. В принципе, борются за несколько меньшее количество мест в составе. Это и удивляет, что в этой ситуации это стало причиной того, что человека из команды попёрли. Ну, как я понимаю. Ну, потому что это случилось, знаешь, история в том, что… Как это случилось? Из-за чего это случилось? То есть, бывает, может быть, какая-то рабочая штука, когда на тренировке у людей… Ну, влетел там. Да, кто-то в кого-то влетел, там эмоции взыграли, и пошёл какой-то конфликт. А здесь один не проверил инфу, выдал её себе в Телеграм-канал. Это перепостили все остальные. Другой тут же ответил на это тоже в медийном поле. Там просто надо было… Не хватило всем опыта максимально, именно пацанам. Это всё надо было сделать по-другому. Ну, и потом, когда это всё вылилось в такое, там уже… Ну, в принципе, я ещё раз хочу сказать, что такая ситуация сама по себе, она, конечно, крайняя, но она нормальная. Важно не то, что это произошло или нет, а важно, кто из этой ситуации выходит. Какие объяснения даёт? Я как раз от тебя-то что, взятки-гладки у тебя там даже и не было? Так что я думаю, что это, в общем, на самом деле, такой немножко надуманный вопрос. Ну, случилось и случилось. Чё тяжёлый, первый раз прилетел, что ли? Ну, это правда, кстати. Он вроде уколу показал вот так майку с гриней. Ну, может быть. Кирилл. Да, я хотел немножко про роль Феди сейчас поговорить в Амкале, потому что мне со стороны кажется, что ты не так вовлечён в процессы и в тренировочные, не только как раньше. Может быть, это связано с тем, что там уровень возрос, может быть, это связано с тем, что там тебе уже не там 20... Тебе уже не 33. Не 33 уже, да. Но, тем не менее, со стороны кажется, что Фидос уже становится какой-то самостоятельной, независимой единицей, и сам Калом ассоциируется в меньшей степени, чем даже там года 2-3 назад. Так ли это или нет? Ну, частично так, частично нет. Мне кажется, что... Да, действительно, это абсолютно правда, что за последние пару месяцев степень моей... А всего пару месяцев? Что? Ну, не-не-не. Да, да-да. Ну, то есть, наверное, вот начиная с конца декабря, да. Нет, даже с января, с января. Да, степень моей вовлеченности в тренировочный процесс, он 100% ниже, чем был в 2023 году. Опять же, там ряд причин, есть ряд причин. Давай перечислим. Ну, давай перечислим, да, хорошо. Я сильно позже вернулся из отпуска. В начале года лег в больницу. После этого до сих пор полностью не восстановился. У меня там мои хронические проблемы с глазом. Поехал в команде в Казахстан. В Казахстане там все вроде начал тренироваться. То-то, 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 то-то. Вот. Вернулся. Потом у меня были какие-то... Сейчас довольно много рабочих съемок. Улетел в Абудаби, пока команда тренировалась. Вернулся из Абудаби. Команда улетает в Турцию. Я должен лететь в Турцию вместе с командой. С командой в Турцию не лечу. У нас случается беда с Никитосом. Финита. Вот. Я остался здесь, чтобы попрощаться нормально с ним. Вот. Потом в итоге там оставалось буквально еще дней пять Турции. Я понял, что у меня здесь много рабочих дел. И лететь туда на несколько дней. решил, что он не целесообразный. И вот из таких каких-то кусочков это все и складывается. Другой вопрос, знаешь, что в прошлом году я подстраивал весь свой рабочий график съемочный и... Ну, производственный, скажем так, рабочий. Ну, да. Я его подстраивал вокруг именно всего тренировочного процесса. То есть, я там переносил съемки с стола на поздний вечер и просил подвинуть там, чтобы потренироваться там, да, условно, в пять вечера и там к восьми только приехать на стол. Вот. Сейчас я в меньшей степени так делаю. Ну, наверное, потому что я просто... Это какая-то смена приоритета все-таки. Да. Ну, я просто адекватно смотрю на происходящее. Если год назад все-таки уровень еще был такой, что я был четко как минимум вторым вратарем в Амкале и входил в сезон с пониманием, что я поиграю какое-то количество матчей, а в итоге все это вылилось в то, что я сыграл огромное количество матчей, вообще оставшись, по сути, единственным на долгое время. Вот. Я просто вспоминаю, что матч с Fight Nights мы играли, был я, и у нас был Була с драфта, которого как бы изначально... Була-Була очень прибавил, но изначально его брали просто, значит, потому что надо было кого-то взять. Вот. Ну, а сейчас я понимаю, ну что, у нас Муха, у нас Макс Швагерев. Это люди, которые играли по ФНЛ, это люди, которые всю карьеру провели либо в ФНЛ, либо во второй лиге. Ну, блин, ну и я даже, ну, если просто посмотреть, я там один... Да оба, оба очень сильные вратари, и, ну, давайте честно говорить, ну, конечно, сильнее, чем я. Ну, ты немножко лукаешь, потому что, если вспоминаешь прошлый сезон, когда ты сыграл больше матчей, чем ты сам ожидал, это что же было с течением обстоятельств? Безусловно. Задача второго, третьего вратаря быть готовым, когда это необходимо. Случится так случится, и не случится, иначе не случится. Безусловно. В этом формате я готов. Если так случится, что понадобится третий, я готов 100%. Вот. Поэтому, наверное, вот так. Мало того, это было... Я проговорил это с Исланом Маратовичем, когда он пришел. И у него по этому моменту вопросов ко мне и к другим людям, которые все-таки в первую очередь зарабатывают деньги какими-то там медийными активностями, а не футболом, вопросов нет. То есть, я говорю, я по возможности буду стараться появляться на тренировках, но иногда так будет получаться, когда у меня будут какие-то действительно важные съемки, я буду делать выбор в их пользу. И вот в таком формате. Нет, я вдохнул, не могу себя перебить. Я просто вздохнул, потому что подумал, ну, это и хорошо, и грустно. И вообще, я люблю вздохнуть. Из сказки Чапарина. Помнишь, там такой кум-тыква. Да. Вот он вздыхал все время, вот я такой же. Вот мы узнали, с кого все это время брал пример Василий Уткин. Да, совершенно верно, совершенно верно. Да, как-то я просто пытаюсь вспомнить, начало это очень растившее, когда юноша, обдумывающему житье, мечтающим делать бы жизнь, с кого, скажу, как-то там, значит, это Майкутский, делай ее с товарища Дзержинского. Вот так вот. В этой короткой паузе я хочу пригласить вас подписываться на социальные сети Эгреси, в Ютубе, в Телеграме, где угодно, наших игроков. У нас будет очень много нового в наступающем сезоне. Надеюсь, вам наши новые форматы понравятся. И я даже в этом практически убежден. Подписывайтесь. Последний для меня важный вопрос, касающийся таких глобальных тем. Вот ты говоришь перестройка. А тебе не кажется, что сейчас, особенно в этом межсезонье, происходят какие-то очень существенные события, когда появилось огромное количество больших игроков, которые еще даже не все материализовались. Но как-то все приходят с какими-то колоссальными деньгами, и дальше можно уже просто не догнать. Ты имеешь в виду игроков, все, я понял. Игроков на рынке, я имею в виду, не игроков-футболистов, а игроков Баста, не знаю. Подожди, Вась, ну так это каждый год происходит. А Сахалин заходил с «Титаном», то же самое говорили. А до этого второй сезон. Это каждый сезон происходит. Мне кажется, что… Ну, может быть, у Федя другой мнение? Мне кажется, каждый год такие разговоры идут. Ну, только «Титан» и выиграл, и все, и подвинул всех. Зарплаты, которые «Титан» выиграл… Там не такие зарплаты. Не из-за денег «Титан» выиграл, понимаешь? Вот бывает абсолютно четкая причинно-следственная связь, когда приходит большой клуб с большим количеством денег, типа там, да, «Сити» или «Пассаже», и это приводит к тому, что они там скупают большинство лучших игроков, берут где-то там, ну, лучше «Сити» взять, потому что во Франции все-таки конкуренция ниже. И там берут реально сильного тренера, который все выстраивает это качественно. Здесь, мне кажется, это во многом стечение обстоятельств было. Ну, правда, это было стечение обстоятельств. Даже взять, понимаешь, как они прошли этот четвертьфинал. Ты помнишь этот четвертьфинал с «Родины медиа»? Шапляков забил. До вратарей дошла серия «Буллета». А, да-да-да. Вот. Понимаешь, это же, ну, просто стечение обстоятельств. Это не то, что эта команда была настолько сумасшедши сильна, что она всех просто переехала, да, как это, там, я не знаю, бывает на каких-то чемпионатах мира. Я просто сейчас, ну, не знаю, там, какая-нибудь Испания 2010, может быть, 2010, да, например. Которая действительно тогда спокойненько, мне кажется, ну, вот была просто реально сильнее всех. Или 2008. Вот, здесь это стечение обстоятельств. Мало того, венцом этого стечения обстоятельств стал финал. Понимаешь? Ну, да, с замечательной концовкой. Но тут я с тобой тоже, опять-таки, не совсем соглашусь. Дело в том, что у меня есть такая теория, которая, разумеется, подтверждается не всегда, как любая теория, касающаяся спортивной игры. Но у меня такое ощущение... Извините, я просто сам себя перебью. Я привёл в пример Испанию 2010. И сейчас вспомнил, что первый матч на том чемпионате мира, они, по-моему, проиграли швейцарцам 0-1. И всё равно, как видишь, хватило. Да. Сейчас, ну, опять-таки, бывает по-всякому. Сейчас просто... Я вот вчера буквально прочитал, по-моему, есть такой очень колоритный теннисист, казахстанец, но он россиянин. Бублик, да, Бублик, который славит своей эксцентричностью. Вот он сейчас выиграл турнир в Монт-Пелье, если я ничего не путаю. И, представляешь, это первый случай, как выяснилось в истории ATP-тура, когда человек выигрывает турнир на каждой стадии и в каждом матче проиграв первый сет. Или отдав один сет. Это самый... Ну, а в чём разница между отдав и проиграв один сет? Нет, а это же ATP-маленький турнир, там всё до трёх побед. До трёх побед. Не до трёх побед, в смысле, максимум трёх сетов. Максимум трёх сетов, поэтому да. Нас и теннисисты. Здесь это синонимично. Евроспортский подкаст. Да, Евроспорт. Дом тенниса. Про снукер сейчас поговорим немножечко. Кстати, мне кажется, впервые вживую я увидел Василия Уткина именно на Евроспорте. Подумай. Вот. И, слушай, самый волевой теннисист, получается. Ну, получается, самый волевой побед. Я к чему хочу сказать? К тому, что моя теория заключается в том, что в медиариге, и, разумеется, есть команды сильнее или слабее, но там богаче, беднее, но нет команды, про которую на старте турнира можно уверенно сказать, что она существенно выше класса. И поэтому огромное количество, огромное значение имеют такие вещи, как настрой, как воля к победе, как борьба с первой до последней минуты, как бы это ни банально прозвучало. На классе в медиариге никто турнир выиграть не может. И поэтому, кстати, мне кажется, одно из главных обаяний медиариги. Ну, я, наверное, соглашусь. И эгресси, наверное, это один из ярчайших примеров предыдущего сезона. Мало того. Оглядываясь назад на некоторые турниры, можно подумать, вот да, если это было выиграть на классе. Это, в частности, я думаю, что это применимо к родине медиа в МФЛ-3. И, я думаю, что к Тудроц в МФЛ-2. Может быть, я тогда чуть меньше следил. Но, опять-таки, на старте это нельзя предсказать никаким образом. Это сложился конкретный турнир, вот так. Да. Тут я, наверное, соглашусь. Но, возвращаясь к обсуждению зарплат, то, что сейчас происходит с зарплатами в медиалиге, ну, это какие-то реально огромные деньги. Вот эта история про лопнет пузырь, да, вот это словосочетание. Я, честно говоря, просто плохо понимаю, как происходит лопанье этого пузыря, да, в какой момент, ну, то есть, вот сейчас все будут делать зарплаты выше, выше, выше. В моем понимании, как это и было там в РПЛ даже когда-то, в какой-то момент просто, ну, касаемо медиалиги, интерес к этой медиалиге начнет там, условно, падать, и, соответственно, вниз пойдут и зарплаты. Никакого вот этого вот взрыва, мне кажется, не должно быть. Просто это в какой-то момент дойдет до пика, потому что у этого всего в любом случае есть там предел. Ну, это, в конце концов, спор о терминах. Как раз лопнет пузырь или дойдет до пика, это в сущности не важно. Может быть, пузырь наткнется на пику и лопнет. Ты же будешь бывать такой. Бывает. Вот. Особенно, если это происходит зимой, когда мороз, тогда такого не произойдет. Можно еще с такой, знаешь, позиции уже чисто физической порассуждать. Вот. Поэтому, но те деньги, о которых я слышу сейчас, ну, это какой-то пи***ц, правда. Мало того, я слышу историю о том, что люди не вообще, у некоторых, которые, по-моему, даже, ну, профессиональной карьеры-то особо не было. Ну, то есть, были какие-то, может, там, мини-контракты. Вот. Они отказываются, реально отказываются от зарплат, типа, в, там, 150 тысяч, а это, б***ь, это хорошая зарплата, ну, это зарплата ФНЛ точно. Ну, эти деньги можно спокойно жить в Москве, вести, создать свободу образ жизни, снимая квартиру, там, все, что угодно. Люди отказываются от такой зарплаты и, причем, не имея там каких-то альтернативных предложений, выжидая. Как говорил классик, ожидая наиболее жирных. Вот. Это, ну, для меня это, конечно, с одной стороны, я удивляюсь очень этому, но раз это происходит, значит, у этого есть какой-то, есть на это причины. Давай я сейчас передам альтернативу Кириллу, чтобы он немножко посплетничал. Да я даже вот… Потому что мне не очень хочется глобально этого касаться. Дело в том, что мы сегодня еще в одном подкасте принимаем участие. Да, 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 да. Где это будет главная тема, поэтому не хочется пересекаться, потому что вы это тоже посмотрели до конца. Я хотел просто вспомнить Ромароев. Кстати, ведется сегодня день рождения, вот момент записи нашей программы, довольно рано утром пришлось человеку проснуться, приехать. Вот я через два дня день рождения, я так точно не поступлю в этот день. Вася, нам надо с тобой, видимо, праздновать просто, вот, получается, пятого. Тогда мы можем еще превращаться к годовщине Маслаченко, например. Да. А я, кстати, люблю работать в свой день рождения. Мне всегда как-то, мне, например, мне нравится. Ну, и тем более, сейчас сюда я пришел, это я не могу назвать работой уж точно, а вообще я помню, что я по два, по три ролика себе на канал раньше стабильно снимал свой день рождения, мы все говорили, блядь, я бы уже там пивко бы пил. Чем старше будешь, тем меньше будешь любить праздновать и скрываться от этого дела в работе, потому что четко понимаешь, что это значит старее. Праздновать я, кстати, в принципе, никогда особо не... Вот я отпраздновал, реально круто отпраздновал свое 29-летие. Мне очень нравилось, что я именно такую дату праздную. Я отвез всех кучу, реально 30 человек в Ригу. Мы в Риге шикарно погуляли. И это было такой, наверное, пик всего празднования. Можно опять же по-разному пик, а можно пузырь. В данном случае это был пик с полными пузырями у многих, но реально было круто. Так вот. Я тебе еще скажу другую вещь. Иди ты. Да. Дело в том, что урожение поехать в Ригу, это немножко устаревшее в русском языке, это вежливое выражение, когда кого-то вырвало. А из-за Рига-рыга что-то такое? Созвучие, да. Поехал в Ригу, значит, человек истошнило. Но это тоже что-нибудь на упразднование. Хорошо, отпраздновали. Да, хорошо. 30 человек поехали в Ригу. Это уже устаревшее выражение, поэтому... Да и мы не молодые. Ну, да, но это вообще даже уже по моим меркам устаревшее выражение. Слушайте, я вас слушаю, может, вообще нафиг медиафутбол обсуждать? Давайте про Ригу, про Дзержинского, про теннис. Мы просто про все подкрыты. Про Ригу, про Дзержинского. Я про Дзержинского даже не знаю, что еще сказать. Тарас Ильич. Раз мы просто такие темы затронули, давайте про Ромарой немножко. Мы плавно так перейдем. Давай. Вот мы говорили о том, что как-то зарплаты растут и бюджеты, и я вообще в шоке от того, как внезапно богат стал Ромарой. То есть, человек там в миллионных долгах был год назад, а сейчас он... Я, кстати, не знаю, вернул он долги или нет. Нет. Нет? Нет. Нет, ну, у меня нет к нему вопросов. Мы простили его. Да, мы не то, чтобы простили, он за нас поиграл, он помог нам с медиа-активностями. Так это же и было, по-моему, в счет, нет? Мягко говоря, столько не стоило, а то чего мы молочиться, в конце концов. Нет, ну, тут зависит от того, как вы договорились. Нет, мы нормально договорились, просто ты спросил, вернул или не вернул. В общем-то, это не называется, не совсем. Не называется, вернул. Опять-таки, Ром, без обид, нормально. Так вот, и в контексте того, что у него внезапно появились какие-то бюджеты, что он там чужому дает X3, X2 контракта, Амкаловская и так далее. Вот смотри. 60 тысяч предложил чужому. Офигеть. Офигеть, реально. Я вот как раз в контексте этого хотел... Это же чужие деньги-то. Да. Про твою роль хотел поговорить. Вот смотри, в Амкале, ты понимаешь, что ты не будешь играть, пока есть Муха и есть Швагерев. Ну, я думаю, что предположительно не будешь практически. Ну, да, допустим. Ну, я понимаю, что... Тебе это неинтересно. Я тебя сразу перебью. Да. Например, касаемо Амкала. В Амкале появился шикарнейший, на мой взгляд, проект Эвкабанка. Реально. Не смотрел? Я знаю, о чем идет речь, но пока не смотрел. А вот нет, знаю, о чем идет речь, это одно дело, а вот я тебе предлагаю как-нибудь выделить часик-полтора времени вечерком и посмотреть пару серий Эвкабанки. На мой взгляд, это безумно именно талантливо сделано и снято, и смонтировано. Я убежден, я еще «Опенгеймеры» не смотрел, я никак не могу найти время. С большим количеством подкастов всего на свете. Например, Антон Долин очень советует именно Эвкабанку, а не «Опенгеймер». Давайте счетчик просто сделаем тем вот здесь в углу. Вот здесь вот. Какие темы мы сегодня обсудили? «Опенгеймер». Я еще «Барби» тоже не смотрел. Зачем «Барби», когда в команде есть Кирилл Воробьев, во-первых, а во-вторых, я и не собирался. Вот, поэтому я безумно, мой идеальный сценарий на 2023 год, мы… Это забудьте выпускать. Да, спасибо большое, 2024 год, это мы там условно раз в неделю играем Эвкабанкой, я по возможности посещаю тренировки «Амкала», и, например, в каких-то, появляюсь раз в месяц, полтора, в два в каких-то матчах «Амкала». Или «Амкал» еще иногда ездит на какие-то выезды, условно, между МФЛами или еще какими-то турнирами, где я тоже принимаю участие в матчах «Амкала». Для меня это просто, ну, это отлично. Тогда вопрос. Вот смотри, предположим ситуацию, к тебе приходит условно «Ромарой» или «Народная команда», любимая твоя, вот, и говорит, нам понравился кейс с крапом, хотим в аренду тебя взять на 2-3 месяца, поиграть за нас 2-3 месяца в МФЛ 5. Ты играешь, можешь параллельно в Эвкабанк, в чем угодно вообще участвовать, но вот нам нужен экипировочек экипировочек на сезончик. Ну, сразу хочу всем сообщить, что если вы хотите кейс, как у «Народной команды» с крапом, со мной ничего не получится, потому что крап – это реально, ну, это как слово я забыл, когда… ну, это необъяснимо, но факт. Феномен. Феномен, вот, точно, да. Забыл, забыл, видишь, про Роналду совсем. Вот, потому что это необъяснимо, но факт, человек, действительно, ты просто ставишь его на обложку, пишешь его в заголовке и видос на канале, где обычно видосы собирают там 15-20-30 тысяч максимум, собирает 250 тысяч. Так ты такой же. Нет, это неправда. Вы проверите и увидите это на этом ролике. Или в сезоне. Вот, но если будет что-то такое, если кто-то… ну, я здесь отвечу максимально, правда, скучно и уныло, ну, я как минимум рассмотрю, я подумаю. Но я дальше… знаешь, короче, объясню. Я вот периодически сам себе этот вопрос в голове задаю и думаю, а нахера мне сейчас об этом думать, если у меня этих предложений за последнее время не было. Ну, хорошо, давай первое. Ты хочешь играть? Да, я хочу играть, и поэтому я тебе описал… Ну, что ты про ФК-банку? Ну, ФК-банк – это не соревновательный футбол. Да, да, действительно, это не соревновательный футбол, и как будто было бы, может быть, и прикольно ещё там чуть-чуть где-то поиграть в МФЛ. Просто усилили ли я кого-то? Да вряд ли. Вот в чём дело. Тебе нравится наша линия вратарская? Что? Вратарская линия наша нравится? Ну, я бы сказал, что у нас тоже сейчас есть один вратарь, который не очень большое внимание уделяет тренировкам, но, собственно говоря, я не вижу в этом ничего дурного, потому что у Пашки Чапурина складывается нормальная командирская карьера, и просто реально, поскольку это работа по выходным традиционно, трудно совмещает. Я надеюсь, что ещё совершится камбэк. А Сева? Сева очень много работает над собой, это правда. На этом у нас хорошая отрасльская линия. Но знаешь, если говорить так совсем по-честному, в какой-то момент у нас сложилось совершенно чёткое понимание, кто первый, кто второй, кто третий. И это уже совсем конкуренция. Это не способствует... В принципе, это ещё и не кризис, но это повод задуматься о том, происходит ли какой-то дальнейший рост. И поэтому... Ну, отчасти поэтому... Ну, отчасти поэтому я подпринял некоторые усилия, спродюсировал поездку Лёхи Крюкина в Ростов, чтобы ему было тоже интереснее. Опять-таки, каким-то образом... Ну, это надо сказать, что сам себя мотивировал очень Сева. И я думаю, что настанет момент, когда то же самое случится и с Пашей, поэтому я ещё раз говорю, у меня никаких претензий здесь нет, я прекрасно понимаю, что такое... Я знаю, как Паша хотел комментировать, и сейчас у него это получается на разных площадках в достаточно большом количестве, но я и не вправе, никто не вправе требовать от человека, чтобы он, так сказать... Ну, это отчасти как вот твои медийные активности и тренировки с Амкалом, хотя это не с всём одно и то же. Ты знаешь, просто вот именно подводя итог, да, я хочу поиграть. Глобально, да, я ещё хочу поиграть. Я обожаю, сука, играть в футбол. Это реально, это... Я так счастлив, что вот когда-то игра в футбол, именно как игра в футбол, появилась в моей жизни. Это очень круто. Я сам себя завидую в этом плане. И что потом мне удалось поиграть на таких... Ну, в таких условиях, да, но это же просто разъёб. Можно в стиле Саши Аксёнова вопрос задать? Давай. Футбол или секс? О, Господи. Хочешь, помогу? Давай. А ведь вряд ли существует выбор, допустим, в какой-то момент времени. Есть время и для того, и для этого. Ну, видишь, ну, это же задаётся вопрос, где тебе нужно выбрать. Типа, типа, он задаётся с таким... Понятно, что вывернуться можно всегда. А тут-то, ну, что, типа, вот тебе оставляют только одно в жизни. Вот в таком формате. Если оставляют в жизни только секс, ну, это прям, я не знаю, как это, жизнь кролика получается. Ну, только одно из двух, я имею в виду. Жрать, спать и пить пивко ты дальше можешь. Вот. Ну, наверное... Я, кстати, играл в футбол, то в жизни, конечно, гораздо больше, чем трахался. Вот. Поэтому, наверное, тут я всё-таки выберу секс. Я выберу секс. Отличный выбор. А то меня жена не пустит домой. Кажется, иди, б***ь, на футбольном поле живи. А у тебя остались вопросы какие-то? Я думал, ты, Вася, тоже сам спрощишь. Да, конечно, у меня остались вопросы. Мне, например, интересно, никто не засекал, какая была самая длинная теория, Вячеслав Маратович? Ты знаешь, на самом деле теорий сильно больше стало, но они же не ограничены по времени. То есть, мы почти на всех теориях справлялись за полчаса. Теория обычно всегда была... У него вообще самые короткие теории, наверное, на которых я присутствовал. Серьёзно? Я не шучу. То есть, мы собираемся... Значит, просто я где-то читал, что там чуть ли не по три часа была теория. Выбрежать, по-моему, заранее, нет? По три часа, это я слышал, были теории, да, там. У Прокопьянка в своё время, нам просто Денис Иванович Зубко рассказывал. Как раз, когда он нас вёл теорию, он говорит, это пи***ец. Вы один тайм, блядь, смотрите три часа, потому что он перематывает, орёт, перематывает, орёт. Вот. У меня, я тоже помню, в детско-юношеской школе тоже были теории часа вот по три. У нас был такой же тренер, и он мог... Были ситуации вплоть до того, что это, типа, время, когда ты смотришь на видеокассетах, вот так вот смотришь. Он, естественно, ещё не нажимал, у него всё слетало постоянно, он злился, орал, вот. И там, ну, были моменты, когда ты смотришь этот матч, записанный на видеокассету, и он там останавливает и начинает... Может быть, это ещё даже не диск, это ещё видеокассет. Да-да-да, ну, типа, это начало нулевых, типа, да. А он говорит, вот, типа, прими в эту сторону, развернись, типа, и иди. А ему говорят, так вы же там прямо стоя на бровке другое сказали. И ты перематываешь, и он на бровке говорит, пропусти и беги. То есть, проходит неделя там, ты смотришь этот матч на теории, и он даёт совершенно другой совет. Ну, это же тоже внутренняя работа над собой, у него же переосмысление чего-то. А касаемо Сослана Гатагова, да, перед каждой тренировкой, вот, опять же, в ноябре, в декабре, когда я стабильно всё это посещал, перед каждой тренировкой всегда полчаса мы сидели, разбирали какой-то момент, который после этого шли, над которым работать именно на тренировке, то есть, в целом, всё максимально логично и правильно. Но это, я говорю, всегда не больше получаса, никто не успевал устать. А на разборах даже бывало быстрее, чем за полчаса справлялись. В этом плане, ну, дятина никакой не было. Ну, значит, я был неправ, посвятив этому 3-4 панча. 3-4 часа, посвятив этому 3-4 часа. Нет, я быстрее панч придумываю, если придумываю. Так что, видите, вот, я оказался неправ, вот, опять-таки, развеяли миф, который, видимо, только я один на него попал. Ну, замечательно. А можно вообще услышать, какие у тебя претензии к Сасанготагу есть? Потому что, читая твой Телеграм-канал, складывается впечатление, что ты от него в восторге. У тебя другой спонсор, зачем ты показываешь пальцем? Наложите сюда, пожалуйста, да. Я водички попросил просто. Хорошо. Так что, до чём я знаю? Да, претензии к Сасанготагу есть какие-нибудь? У меня никаких. Какое тебе впечатление, он складывается о нём сейчас? Сатирическое. На чём оно основано? Не готов говорить, потому что, во-первых, мне для этого, оказывается, нужно больше фактически подготовиться. Во-вторых, отчасти это построено на личных впечатлениях, на закадровых каких-то общениях. И поэтому, ну, что сейчас это вносить? Это как-то и зачем? Ну, меня это больше забавляет всё. Я не знаю, как можно всерьёз вести себя на брофе, например, как его старший брат. Хотел ещё парочку вопросов про твоего любимого тренера задать. Ты не против? Давай. Твоё впечатление о Сасанготагу сейчас и перед тем, как он пришёл в команду, изменилось? Да. В какую сторону можешь рассказать? Скорее в лучшую. Скорее в лучшую. Ну, что тебя, не знаю, удивило, что ты думал о нём раньше и что не оказалось правдой и так далее? Слушай, ну, мне по душе подход, вот то, о чём я рассказал. Когда ты разбираешь на каких-то конкретных примерах в теории, да, какой-то там условно матч, матчи, не матчи, но какие-то моменты с участием там Брайтона или ещё чего, ещё кого-то, и потом тут же идёшь на практике это отрабатывать. Это клёво. Это реально прикольно, то, что ты такой, оп, посмотрел, оп, пошёл ты использовать. Ну, слушай, есть такой мощный фундаментальный подход. Мощный фундаментальный подход, с которым я никогда до этого не сталкивался. Принесёт это плоды или нет, увидим, увидим, не знаю. Но в качестве такого опыта, экспириенса, интересно. Ну, ты не знал, о его фундаментальном подходе до этого. Я никогда не задумывался об этом. Никогда не задумывался, просто понимаешь, чем, каким я видел Сослава Нагатагова всегда до этого раньше. Да, каким? Человеком, который бегает на бровке, что-то постоянно громко кричит, матерится и так далее. Не люблю, чтобы вы снимали посторонние. Да. Ты тоже не любишь. Мне всё равно, я привык. А почему ты... Ну, ладно. А здесь, то есть, эта история у него осталась, и там не всегда она мне по душе. Не всегда она мне по душе. Но я увидел и другую сторону медали. Это самые харизматичные... Медали, я надеюсь. Это самые харизматичные тренера Мкала. Тренера Мкала? Да. Ну, вот он харизматичнее Бабина? Да. Всё. Да, наверное... Это прям совсем несложно быть харизматичнее Бабина, мне кажется. Ты, кстати, планируешь всё-таки интервью-то у него взять? Нет. Ага. Слушай, ну, наверное, если брать именно таких... Может быть, по харизме, может быть, по харизме с ним могут посоревноваться не чая-старше. Вот. Это такие совсем бородатые времена. В остальном, ну, наверное, всё-таки да. Наверное, всё-таки да. Я не знаю, не чая-старшего. Немножко знаком с Юрием Бабиным. Он же Юрий, да? Юрий, конечно. Юрий. Вот. Мне трудно здесь расставить какие-то свои приоритеты. Вот. Хорошо, скажи, пожалуйста, ну, а вот... Ну, а вот я тебе вопрос за Кирилл и Воробьёв, сука. У меня? Вы накидаёте вопросов на разные клубные сплетни. Это глупо, если я буду справочиваться. Просто ты всегда в подкасте сидишь, молчишь там на своём углу. Я вот тебе решил дать немножко слово. Вот оно, что оказывается. Не знаю, мне кажется, я сегодня разговаривал достаточно много. Ну, хорошо, ладно, хорошо. Если так считаешь, прокоп. Поехали. На столе же не обсудили его полностью? Вот после стола, а после прошла ещё неделя. Да, вот все говорят, что у него сейчас очень сложный выбор перед ним стоит. В чём сложность этого выбора, я вообще не понимаю. Ну... Такая вежливая форма молчания. Я понимаю, почему этот выбор в некоторой степени, возможно, можно называть сложным. Ну, смотри. А можешь объяснить нам тоже? Да. Вот есть, например... Ты комментатор. Был когда-то. Ну, давай, хорошо. Давай, перенесём всё туда. Ты комментатор. Ты можешь... Ты не Василий Уткин. Я не тебе. Хорошо. Как будто бы условно. Знаешь, ты приходишь, вот ты такой комментатор, который победил в конкурсе комментаторов, ты уже 5 лет работаешь на НТВ+. И у тебя ты один из 20 комментаторов пула, который где-то лучше остальных, но ты не единственный звезд, потому что просто, наверное, здесь нет звёзд. Одно время был редакционный мем уровня Сосуолу Асасуна. Ну, наверное, повыше в данном случае, да, я понял. Наверное, повыше, но, грубо говоря. И вот у тебя есть выбор. Либо ты остаёшься там, да, вот здесь на НТВ+, и продолжаешь среди сильных комментаторских единиц доказывать и идти вперёд к Олимпу условно. Либо ты переходишь на Россию-2, да, например, где у тебя будет там один сильный конкурент условно, да, там. Ну, я был в такой ситуации. Я знаю, я знаю, что ты был в такой ситуации, но ты всё-таки Василий Уткин. Ты тогда был не одним из пула, ты был тогда начальником редакции. Нет, начальником, кажется, я был гораздо позже. Хорошо, ну, хорошо, ты всё равно был Василием Уткиным. Это у меня с рождения. Ну, ты же понимаешь, в чём я. Да, я не мог удержаться здесь. Да, и вот такой примерно выбор. Он, опять же, он приятный. Он приятный. Он приятно, что у тебя этот выбор есть. Это гораздо лучше, чем когда ты, там, у тебя выбора нет, и ты пытаешься, стучишься во все двери. Чем сейчас занимается очень большое количество футболистов, с которыми не заключили контракты перед второй частью сезона. Они пытаются попасть в Медиалигу, и многие из них попадают. Это вот, кстати, среди них как раз-таки очень много обманщиков. Вот. А у Прокопа выбор такой. И понятно, да, я думаю, тут, не знаю, надо расшифровать, в чём параллель. То есть это Тудроц, да, где ему надо было бы доказывать. Вот, сто процентов. И вот это не просто так подают. Это так и было бы. Вот. И это там остальные. Ну, многие, да, другие команды. Вот. При этом я забыл упомянуть, что на «России-2» тебе предлагают там X4 по деньгам, например. Ну, так примерно и было. Вот, да, ну, вот, и для зрителей. Вот, вот такой выбор, наверное. Он, и давай перенесёмся. Я помню очень хорошо этот момент, Вася, когда ты, мне кажется, я активно следил за твоей деятельностью. Мне кажется, тогда в своём блоге ты объявил о своём решении песней «Я остаюсь», если я ничего не путаю. Ты выложил клип на песню «Я остаюсь». Но я… Видишь? А я помню. Вот. Но мне кажется, что для тебя всё-таки этот выбор тоже был не таким простым. Ну, я… Либо ты это так подавал, потому что в течение нескольких дней ты мусолил эту тему у себя в блоге на «Спортсе», говоря, что вот, там, то-то, то-то, я не знаю, так-то, так-то, решение будет тогда-то. Ну, информация всё к этому времени уже утекла, поэтому надо было что-то говорить. Вот, как-то глупо было ничего не говорить. Вот. Там ситуация-то была, на самом деле, простая, и мне действительно предложили тогда на России хорошие деньги, а Россия это был… Кстати, я два раза мог оказаться на России, ещё раньше был момент. Но тут же ещё очень важно, что там чемпионаты мира и Европы, и это, естественно, круто. Вот. Ну, в итоге… Кстати, параллель очень хорошая, потому что, если взять «Родину меди», то это команда, которая может тебя подтянуть и к профутболу. Видишь? Ещё пока никого не подтянул, правда. Но может в теории? А? Может. В теории может? Ну, может, ты тут «Родц» подтянул. Что может быть в теории? Фортуну ушёл уже. Ну, это тут непрямая связь. Ну, я просто ищу параллели. Да. Мой-то вопрос в том, что непростой же, правда, был выбор? Не то, что ты прям сразу такой… Сейчас, смотри, это был 2005 год или 2006 начало. Ну, кажется, так где-то. Вот, и мне уже всё-таки было 34 года. У меня достаточно большой был опыт работы на телевидении, уже больше 10 лет. И я просто очень чётко сформулировал ситуацию своему боссу на НТВ, на НТВ плюс Алексею Буркову, если я не ошибаюсь. Ах, нет, Алексей уже не был в живых. Вот, я сказал, что к тому времени… Ну, у нас всегда были очень высокие зарплаты, и к тому времени мне очень давно её не повышали. Я сказал, что, ребят, ну, послушайте, я тогда собирался жениться, у меня не было ни угла, ничего. Я говорю, ребят, вы повторите предложение, я дальше не буду торговаться. Всё. Повторили? Да. Ну, вот. Ну, у тебя это вот так вот решилось. То есть здесь мне кажется… Ну, я доступно провёл параллель, чтобы было понятно. Да, но я хочу подчеркнуть, что для меня очень принципиальный момент в этом случае является не то, что потом… А потом мы снова вернулись в лес, сказали, знаете, мне там повторили. Да, чтобы не торговался. Они что-то ещё добавили. Нет, вот просто решаешь для себя один раз. Если ты готов выйти на эти условия, но не хочешь уходить, скажи своим. Если вы повторяете, я остаюсь. А они, кстати, увеличили потом? Ну, вот они повторили условия. Нет, НТВ плюс повторил условия ВГТРК, а ВГТРК в ответ не увеличил? А я не торговался дальше. А, ты просто сказал нет. Я сказал, что решили. Всё, я понял. Ну, это принципиальный вопрос. Потому что я тогда не был боссом формально, но, тем не менее, в сущности, можно сказать, что я принимал людей на работу регулярно. А, я вспомнил. Это был не пятый год, это был всё-таки третий год. И я просто подумал, что это был накануне чемпионата мира, а это был накануне чемпионата Европы четвёртого года. Когда я впервые поехал на большой турнир в составе бригады ВГТРК. В конце концов. Вот тогда это произошло. Ладно, не будем в этом копаться, потому что... Да нет, давайте покопаем. Ну, мне это суперинтересно, потому что я вообще очень-очень активно следил за спортивным телевидением тех времён. У меня это было вообще прям... Мы к тому времени уже проводили конкурсы комментаторов. Так или иначе пополняли свою группу комментаторскую. 2003 год. Это, по сути, первый конкурс комментаторов, который вы провели. И тогда же как раз Казанский, по-моему, победил. Казанский победил в пятом, но это уже несущественно. Сейчас это ещё не самый принципиальный вопрос. Я к тому, что я прекрасно знал ситуацию, когда человек бегает между двумя или тремя точками и обносит все. Я из-за этого вызывал омерзение, потому что я как дурак себя чувствую, когда ты более-менее... Не то чтобы работодатель, но с совещательным голосом от тебя зависит, мастер-эм человек или нет. В общем, касаемо Прокопа, вот примерно такой выбор у него стоит. Но при этом я так понимаю, я так понимаю. А ещё нет же, да, ответа? Да я даже вопрос уже забыл пока. Нет, нет же ответа, где он окажется. Да, конечно, нет. Кто знает, может, сейчас пока мы будем монтировать. Да нет, он ещё, мне кажется, будет кота тянуть ещё неделю-две. Насколько я знаю, он всё-таки выбирает между такими командами, у которых есть уже имя. То есть не вот эти вот новички, которые громко залетели в сезон, не между ними. Ты пытался повлиять на его? Нет. Почему? Ну, тебе всё равно на его судьбу? Подожди, повлиять на что? На его... Не-не-не, на решение, которое он примет после этого. Он сам будет решать, что нет. Окей, я понял. Мне на столе оказалось, что... А ты прям допускал, что Прокоп, что-то я не могу разобраться, ну-ка, наберу-ка я Федосу. Да нет, подожди, ну, Вася, а у тебя нет людей, которым ты прислушиваешься, когда у тебя возникает какая-то дилемма в жизни? Сейчас уже нет. Хорошо, у некоторых людей до сих пор такие люди есть. Вот. Не-не, это нормально абсолютно, если бы, конечно, Прокоп мне позвонил сам, действительно, вот если была такая ситуация, которую ты сейчас здесь отыграл, то, конечно, я бы ему сказал свое мнение. Просто сам я ему, естественно, там, не писал. Я понял. Не лез с советами. Я вообще, кстати, считаю, что лезть с советами, когда тебя этого не требуют и не просят, это очень дерьмовое качество людей. На столе, когда смотрел фрагментарно... Рюмка водки. А, да. Смотрел фрагментарно стол в своем участии. Сейчас мы в полдень как начнем. Как говорили великие классики, в том числе Игорь Гамула, с утра выпил. Весь день свободен. Обычно я саботирую. А я еще не за рулем приехал. Так вот, мне казалось, что ты им разочарован. Ну, ты с ним так общался, и мне казалось, что просто ты... С Прокопе? Да. А ты при этом заметил, какую позицию я занял на столе? Да. Какую? Сидел? Нет, я... Насколько я помню, твоя позиция была в том, что взрослые люди должны обсуждать. Ну, да, но при этом... Скорее я был на стороне Прокопа. Да. Нежели на стороне Германа, Сибыча... Да, безусловно. Да, да, ну, тут точно абсолютно не хватило нормального диалога и все остальное. Единственное, о чем я сказал Прокопу лично до съемок, о чем я сказал ему на столе, что мне кажется, что, могу еще раз повторить, что мне кажется, что он снизил к себе требования в последний полгода-год. Вот, это так. В остальном... Да, ну, слушай, Прокопа за столом был вполне, мне кажется, открытым, искренним, честно таким... Ну, открытым и искренним. И это всегда считывается. Он, безусловно, искренний был. Я просто вспоминаю нашу совместную работу на спорте, когда это было, в 21-м году, по-моему. И как будто он остался все тем же инфантильным ребенком, что был тогда, когда он... Борис вообще в матче своей инфантилы. А? Борис вообще в матче своей инфантилы. Безусловно. Но Прокоп – это инфантил в Кубе. Прокоп точно изменился с тех пор, но давай не забывать, сколько лет Прокопу. Ну, 22 ему сколько еще? Ну, мне кажется, что ему 20... Наверное, 22, не знаю. Наверное, 22. Вот. Но вообще, то есть, конечно, ему не 30 лет. И это разница. Иногда он может какие-то... Вообще, на самом деле, не очень понимаю, в чем тут к нему вопросы. Мне кажется, что чувак довольно сильно поменялся, на мой взгляд. Вот общаясь с ним, два года мы вместе прожили в Амкале, пробыли, а мне кажется, что даже за эти два года видно, что как чувак изменился, он, знаешь, ну прям... Прямо я не согласен, короче, с тобой, что остался тем же, как ты говоришь, инфантильным ребенком. Он точно повзрослел, он точно... Вот в нем вот этого, знаешь, такого стержневого какого-то мужского стало больше. Ну, вот смотри, я из чего делал вывод? Ой, ну у меня проблема. Ой, ну я не буду тогда разговаривать. Ну, не хотите меня там видеть в команде? Ну, тогда я не буду бороться за место для меня. Это просто проявление слабости как раз вот этой детскости, когда ты просто не можешь там подойти и нормальный диалог выстроить. Прокоп говорит, что это не так. Мне казалось, что, не идя на эту встречу, а поняв, как развивается встреча, он сам был, как мне кажется, не против с Амкалом попрощаться. Опять же, мне так кажется. И просто так получилось, что для него это все в выгодном свете получилось подать. С другой стороны, хочу зайти, потому что тема нескончаемая. Как, допустим, обсуждать шалости Крапа. Тут, в общем, тоже можно по большому счету... Ой, человека, объединивший в себе образы малыша, и кажется, на одновременно, по-моему, Крап. Вот, а можно бесконечно об этом рассуждать. Скажи, пожалуйста, вот как ты думаешь, команды, претендующие на услуги Прокопа в новом сезоне, они видят в нем все-таки, в первую очередь, усиление на поле или видят в нем притягательную медийную фигуру? Неправильный, мне кажется, вопрос, потому что в случае с Прокопом это же идеальный сплав и того, и другого. Почему? Это ответ. Ну, то есть здесь не надо выбирать, опять же, да. Идеальный сплав и того, и другого. Ты знаешь, мне кажется, что в медийной лиге нет лучшего примера, чем Прокоп, в котором присутствует вот этот идеальный сплав. Вася. В который и... Кто? Какой Вася? Маврин. Нет, конечно. Чего? Ну, по медийке, просто как сравнить их. Как сравнить их, посмотри. Вася слабее по медийке, чем Прокоп? Вася может привлекать внимание, но, конечно, Прокоп сильнее. Да ты что? Конечно. Да ты что? Да я с тобой никогда не собачусь. Телеграм-канале посмотри, сколько мы будем. Да какая разница? А что он там делает? Просто фотки свои? Вот именно, что он там делает? Он ничего не делает. Особо ничего не делает, а на него столько народ подписано. И не отписываются. Слушай, нет. И даже... Ну, давайте честно посмотрим. Я согласен, что Вася создает инфоповоды. Вася очень активнее. Да, снимает сам. Но снимает сам. Красавчик, вопросов нет. Нет, но когда Амкал приезжал в любой город, а где Прокоп? А Прокоп выйдет. Ребята, болельщики... А мячик скинься. А? А мячик скинься. Да, Прокоп не выйдет. Миша, Миша как раз. А Миша выйдет. Они все всегда, большинство из них ждали Прокопа. Но это правда. Прокоп был самым популярным игроком Амкала. Самым популярным медийным единицам Амкала. Я думаю, что... Ведь я скорее с Витей согласен, потому что то, что ты говоришь, это не совсем медийка. Медийка – это большее понятие. Ты сравнил их по пизде и по пиздливости. Нет, по активности. В хорошем смысле этого слова, если у него есть хороший смысл. Прокопу ничего не нужно делать, чтобы его любили. А Вася нужно... Нет, подожди. А Вася... Да. А Вася делает очень многое. И никто не спорит, что Вася более деятельный, более работоспособный во всем. Но командам-то многим нужно внимание, а внимание они получат, в том числе каких-то болельщиков, и болельщиков на трибунах, которые придут сфоткаться с Прокопом, именно когда Прокоп будет в их команде. Причем при этом ты получаешь еще такого игрока сравнительно бесконфликтного. Потому что Василий может, наверное, говорить таких вещей, которые потом с трудом воспринимают. Ну, партнерам он не говорит. С партнерами... Ну, я еще раз говорю, вообще, это два достойных персонажа. Я не хочу... Не хочу говорить... То, что я сейчас говорю, я пытаюсь подчеркнуть различия, а не кто лучше, кто хуже. Да. Да, но говоря, что это тоже неправда насчет Васи, ну, это же тоже известная история. Ну, если с Гриней, ты имеешь в виду и этом? Ну, бывали у Васи случаи, да, и у нас с ним были конфликты. У нас с ним были... Опять же, это не делает... Ну, как сказать-то? Он вот такой человек. Это... Тут ничего не добавить, на самом деле. Он такой человек, да, он такой взрывной, он не держит в себе. И это, может быть, его плюс во многом, что он готов тебе... Готов тебе сейчас... Готов тебе в лицо высказать то, чем он недоволен. Да, у него иногда срывают башню. Да, бывает. И он-то признает. Вот, и вспомни, он признал это даже на последнем выпуске «Стола». Да, иногда срывает башню, но такой он человек. Но, опять же, про коп я убежден, наверное. Я просто ржу над тем, как я сегодня слова подбираю. Я убежден, наверное. Вот, конечно, наверное. Ты как Жирков, помнишь, когда пришел в комедий-клуб? Мы выйдем из группы, наверное. Да. Мы точно выйдем из группы. Так что про коп в медиалиге – это лучший пример идеального сплава медийки и игрока. А если ты иронизируешь над уклончивостью своих эпитетов сегодня, я тебе могу подсказать великую фразу, которой однажды произнес один выдающий советский тренер. Он, отвечая на вопрос предсказательства, сказал, не знаю, но может быть, вряд ли. По-моему, это вершина. Нет, но это как истинное, что как иностранцам-то перевести наше «да нет». Я даже не знаю этот фокус. Нет, но наше «да нет», наверное, «may be» просто переводится. Ну, наверное, «may be», да. Во всяком случае, в такой ситуации, когда мы говорим «да нет», англичане, скорее всего, скажут «may be». Да, есть… Ладно, все. Дальше в сторону. Без кого ты не можешь представить Амкал сегодня? Да, ну, наверное, без Германа. А мы-то думали, что можно представить без Германа. Вот, видите, пролил свет. Действительно, простейший вопрос. Ну, ладно, хорошо, пусть будет так. А мне кажется, какой-то момент может настать, что можно будет представить… Я имею в виду, медиафутбол может… Не то, что мы все умрем, это правда? Нет, не об этом речь. Мне кажется, медиафутбол может прийти к тому, знаешь, что в теории, как один из векторов развития, что станет столько денег, что люди начнут просто покупать команды. Я не знаю, в чем смысл будет этого для покупающих, но такое может быть. По-моему, в медиалиге в данный момент к продаже некоего бренда ближе всех отнюдь не клуб, а сама медиалига. Да, это тоже правда. Это тоже правда. Это так я думаю. Слушай, по остальным, знаешь, когда-то казалось, что как можно представить «Амкал» без Артема Нечаева? До, там, Темычу шел из «Амкала» в июне 21-го. Вот. Как казалось, можно. Можно. И мне кажется, вот это вот заезженное выражение «незаменимых нет», оно сюда подходит. Поэтому, да, отвечу так. Оно, кстати, по-моему, из спорта и появилось, советское в первую очередь. То есть, по-моему, там это было впервые сформулировано довольно давно, о том, что незаменимых нет. Вот. Поэтому можно там хоккеистов, футболистов в случае чего отправить в часть. Там вот любимое советское развлечение армейских и, как сказать, ментовских неприлично, милицейских команд товарища Дзержинского. Кстати, про Дзержинского вспомнил, я тут цитату какую-то его увидел. Она наверняка очень известная, но мне она очень понравилась, особенно сквозь время, о том, что то, что вы еще не сидите, это не ваша заслуга, а наша недоработка. Да, да, совершенно верно. Я хочу, чтобы на видео, когда оно выйдет, тайм-коды были. Вот здесь про Дзержинского, здесь Карлсона упомянули, здесь там… Просто не по тему там Прокоп, Амкал и так далее, а вот по тем нашим ответвлениям. Амкал без видоса ты можешь представить? Да. Все, да. Что-то как-то более однозначно, чем… Ну, конечно, потому что я… Да, но это… Ну, я важная, сто процентов важная фигура для… ДНК. Для Амкала, возможно, как, опять же, формулировку ДНК Амкала, мне она льстит, мне она приятна, но там не мы ее придумали, не я ее придумал. Вот. Я, да, я сто процентов важная фигура для Амкала, для истории клуба. Хотя, опять же, в первом сезоне, я даже не весь первый сезон с командой провел, я присоединился там только в середине первого сезона. Но если вдруг так получится, что в какой-то момент, хотя я вообще никаких предпосылок к этому нет, но просто если в теории представить это, если вдруг так получится, что наши с Амкалом дороги разойдутся, ну, кто-то погрустит немножко, кто-то скажет, ой, вот, жалко, ой, без видоса Амкал не тот. Вот, ну, ничего, пройдет время, и все будет хорошо. Поэтому, еще раз говорю, незаменимых нет. Банально, но это так. Ну, мне кажется, мы почти исчерпали тему, если только ты не хочешь еще тему броков помусорить в связи с Амкалом, но, по-моему, темы во многом исчерпаны, дико надоевшие и почти закрытые. Так, мне кажется, что Федос – это в меньшей степени человек, который с броками конфликтует. Это вообще человек, который не конфликтует. Или нет? Ну, я не… Ну, просто обычно там другие люди с ними в конфронтации вступают. Да я просто, я искренне, я искренне не очень люблю конфликты. Мне это… Ну, мне это… Мне даже не очень приятно там об этом… Иногда мне раньше приходилось иногда как-то выступать в своей телеге с какими-то такими ответными постами. Но мне это правда неприятно. А почему тогда ты, когда все убегают на поле, сразу в стойку встаёшь? Ну, вот это, мне кажется, такой. Мой ответ как раз-таки ироничный на всю эту херню. У меня остался, по большому счёту, один вопрос. Вот, но… Жалко, что мы не можем, по-моему, показать этот видос, видос Федоса. Но всё-таки ты стал персонажем едва… Или одного из самых запоминающихся моментов медиа о футболе прошлого года. Этот знаменитый буллит… Шуина. Да-да-да, Шуина, который уже всё обыграл и с линии ворот пробил выше них. Ты знаешь, у меня так получилось вообще, что благодаря медиа-футболу, я думаю, что я получил какие-то сумасшедшие охваты в мире. Потому что, во-первых, вот эта история… Ну, это во-вторых уже. История с буллитом Шуина. Овечкин. А первая-то, да, я пропустил от Овечкина. И это тоже же, ну, увидело, я думаю, что много десятков миллионов человек в мире. Слушай, вон хелл таких 850 человек уже, которые пропустили от Овечкина. Ну, чуть меньше. Ну, ты же понимаешь, да, безусловно, безусловно. Но понятно, что его гол футбольный, он облетел весь мир и… Ну, у грецки такого нет точно. Ну, всё-таки, я вопрос-то не закончил. Да, давай-давай, конечно. Скажи, пожалуйста, вот в тот вечер у тебя как долго не сходила улыбка с лица, потому что это же невозможно себе представить просто. Это был вообще офигенный день. Это был, возможно, кстати, один из самых счастливых дней в 2023 году. И я действительно, я думаю, улыбался до глубокой ночи. Мы… Я очень хорошо помню, что мы… Очень, кстати, круто, что Жек Аспиряков в тот день, весь день меня снимал. И есть, правда, хороший, мне кажется, видос, просто как я прожил тот день. И вот мне кажется, того, что было после, там нет. А после мы поехали… Это же в Одинцове было всё. И мы поехали в… Мне кажется, просто великие люди, которые придумали такое название. Там есть вообще-то сетка ресторанов, не реклама, но очень классное название. Называется «Пивальди». Ну, занятный я никогда не слышал. Вот. «Пивальди». Да. Это огромное здание со своей пивоварней. И я сидел, я пил там вкусное пиво и реально улыбался. Мне было здорово. Было здорово. Знаешь, ещё вот эта вот штука, вот эта вот фраза, опять же, я очень многие фразы какие-то, о которых говорят там спортсмены в том числе, мне кажется, что это какой-то ну, п**дёшь, долгое время казалось. Незаменимых нет, например. Но вот, например, знаешь, вот эта вот фраза «В тот вечер я ещё не понимал, что произошло». Вот я её на самом деле сейчас хорошо понимаю, потому что в моменте ты просто живёшь и, ну, классно. Вы выиграли. А я не согласен. Я не согласен. Потому что как только Шайан не попал, ты сразу побежал к ней классику и кричать «Это будет 4-3-3!» Это 4-3! Ты уже тогда всё понимал. А я, наверное, отношусь к этому просто, я говорю сейчас, наверное, не совсем об Улите. Я, наверное, может быть, не совсем на Васин вопрос отвечаю. А, ты про победу? Я в целом, да, про тот день. Про тот день. И вот… Мне вопрос был про Деги. Я спрашивал, сколько времени у тебя Лыба на лице лежала? Я имею в виду, что да, Лыба, она была, понимаешь, не только из-за булита. Она была просто из-за того, как всё сложилось. Как всё сложилось, что Бруки, которые тогда ведь провели очень сильный групповой этап, и они с первого места, не играя вот эту 1-8, сразу попали в 1-4, а мы буксовали. Мы проиграли первые два матча, вот, и мы их… плюс, ну, это принципиальный матч, мы их тогда прошли. Я, вот, наверное, поэтому я улыбался, и я говорю, что вот спустя время, хоть у меня в самом матче и не было вообще работы, но я был такой прям счастливый. Это было классно. Кирилл, у тебя ещё есть вопросы? Много, но не для подкаста. Хорошо, тогда ещё раз с тебя с днём рождения. Спасибо, Вадь. Спасибо, что заехал, тем более с утра. Для меня, конечно, это тоже был тяжкий труд, но ничего страшного, мне показалось, мне кажется, мы довольно мило пообщались. Вот, это был Федос, это был подкаст с Василием Муткиным, и Кириллом Воробьёвым тоже был подкаст сегодня. Надеюсь, до новых встреч. Пока. О, как на гиев почти, знаешь, всё, пока. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...